Что такое рия? Можно ли это не прохождать? Субтитры создавал DimaTorzok Ассаляму алейкум, варатуллахи ва баракятуху, уважаемые телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на серии передач «Узнаем имама». И сегодня на наши вопросы ответит Исмаил Хазрат Бикинин, имам Хатыб, мечети Рустам. Ассаляму алейкум, варатуллахи ва баракятуху, хазрат. Аликсаляму алейкум, варахматуллахи ва баракятуху. И сразу первый вопрос касательно женитьбы. Человек задает вопрос. Хочу жениться на одной девушке, но перед этим хотел бы разузнать о ней побольше. Если ее друзья мне что-то недоговаривают, или же наоборот пытаются ее покрыть, считается ли это грехом для них? Или же на то они и друзья, чтобы покрывать свою подругу? Если в идеале, то, конечно же, человек, когда выбирает себе спутницу, он не должен в ней сомневаться. То есть его выбор должен пасть уже через какой-либо анализ. То есть родители, ее семьи. Он должен навести какие-либо справки. Потом уже у нее должно возникнуть жениться на ней или как-то рассматривать ее в кандидатах, иншаллах. Потому что если мы уже начинаем рассматривать в кандидатах, если даже до нас донесут какую-либо отрицательную информацию, мы уже ее не учтем. Изначально нужно быть с холодным разумом. Если же уже человека мы пустили в сердце, и потом выясняем, хорош ли он, нет ли у него грехов, то можем просто не принять уже эту информацию. Если даже услышим что-то нелицеприятное. Человек имеет право узнавать про прошлые девушки от ее родителей, близких людей, врачей, учителей. Или друзей. Но в тот же момент он должен понимать, к какому источнику информации он обратился. Если это лжецы, не соблюдающие ислам, сквернословы, или как-то отрицательно настроенные по отношению к тебе, то подходить к ним за советом лучше не стоит. Потому что они могут скрыть, соврать, или даже незначительный грех преувеличить и рассказать в таком объеме, что это будет далеко от истины. Если человеку принесут информацию, донесут информацию о его будущей невесте, он не должен его принимать сразу на веру. Он должен посмотреть, кто этот человек в первую очередь. Если он действительно не лжец, праведный, то есть зарекомендовал себя как благочестивый человек, то есть неважно, мусульманин или нет, то есть бывают и благочестивые люди, и не среди мусульман, лжецы бывают и среди мусульман тоже, то тогда он принимает эту информацию. Делает для себя выводы. Он это подымет, смирится с этим. Не будет ли он свою будущую супругу в этом упрекать? Это моя рекомендация. Но, как говорил, в первую очередь, перед тем, как рассмотреть уже в кандидаты, в невесты, и уже когда ты начал общаться, знакомиться, как ты начал себя зарекомендовать как будущий супруг, и ходить выяснять что-то, это может привести только к печали, сомнениям, нерешительности, нерешительности может привести к разочарованиям. Это может травмировать и эту девушку, потому что она начинает открываться перед тобой. Родители этого жениха уже воспринимают как будущего супруга. Он что-то выискивает за спиной. Это надо делать изначально. Изначально ничего. Спасибо. Посещение кладбищ женщинами. Дозволено ли женщинам посещать кладбище, будучи без омовения? Большого и малого? Женщинами кладбище посещать можно. Это не запрещено. При этом большое мало омовение тоже необязательно. Это не мечеть. В тот же момент женщины, находясь в кладбище, могут совершать дуа за покойных людей, но в это кладбище они не должны приходить единолично. То есть одна. Особенно это касается тех кладбищ, которые относятся к старым кладбищам. Порошие, деревенские кладбища, или которые находятся в чистом поле. Женщина должна, в первую очередь, ради своей безопасности найти того человека, который будет ее сопровождать. Мужчину. Возможно, войдут туда женщины в группе. То есть несколько женщин туда войдут. Это в первую очередь делается для безопасности женщин. Мужчина, он может единолично посетить кладбище, потому что это есть укромное место. Да, укромное место. И, конечно же, на кладбище в первую очередь у человека должно быть намерение посетить своего родственника, совершить дуа, и максимально у него должен быть закрыт аурат. То есть тело не должно быть окаленным начала. Понятно. Вопрос касательно омовения. Тагарата. Нужно ли при омовении мыть локти и щеколотки? И как они моются? Только локти помыть, или же выше помыть, или же до них, например? Расскажите, пожалуйста. Локти. По нашему масхабу локти, и чуть выше него, омывается. То есть это на уровне одной ладони. Чем выше омывается, тем лучше. Сунна, пророк Мухаммасал Саласалям, большую часть своего тела омывать. То есть сверх. Сверх. Прямо до плеч? Можно и до плеч. Можно. Да, да, да. Почему? Потому что это будет отдавать неким нурам, светам. И пророк Саласалям в судный день будет людей узнавать по местам его омовений. Из-за нехватки воды, конечно же, мы можем омывать только вот такую обязательную часть территории нашего тела. Касательно ног. Так же выше щиколоток мы омываем. Так же выше щиколоток. Почему? Чтобы была конкретная уверенность в этом, инжаллах. Конкретная уверенность. Потому что если наше омовение недействительно, то недействительно наш намаз. Посланник Аллах Саласалям предостигал своих спадвижников, которые оставляли сухое место на пятках. Сухое место на пятках. Почему? Потому что из-за невнимательности на пятках могли остаться сухие места. Сейчас, аль-хамдулля, у нас вода в визобилии. И человек, он совершает ахарат. Он большую часть своего тела может омыть, инжаллах. При этом, конечно, между пальцами, в глазах, где у него веки, он должен особо обратить внимание, туда коснулись ли вода. И, конечно же, вот это касание воды нам в сердце дает спокойствие, то есть уверенность, что вода коснулась или нет, тем, что мы задеваем эти места. Не просто проводим водой, а именно руками задеваем инжалла. Если мы сделали это три раза, то мы на этом успокаиваемся. И пускай шайтан не вносит в наши сердца сомнений, то, что туда вода не попала, инжалла. Спасибо, хазрат. Следующий вопрос. Вы сами очень часто можно слышать, что предыдущие писания священные, такие как Тора, Псалты, Евангелие, они искажены. Все, кроме Корана. Как мусульманину это нужно понимать? Нам в Коране говорится, что человек внес свою речь в эти священные писания. При этом нам, мусульманам, обязательно верить в священность и правильность этих книг. Как это понять? Действительно, в первую очередь, когда эти книги были неспосланы этим пророком, Моисею, Авраму, Иисусу, Давиду, они были истинными и от Всевышнего Аллаха. Мы их не отрицаем. Их пророчество и священность этого писания. Но те варианты, которые дошли до нашего времени, опираясь на Коран, мы говорим, что там есть речь и от людей, которые туда были внесены по своей корысти, искажая, при этом зная, искажая законы Всевышнего Аллаха. В угоде чего? Своей корысти, коррупции, своих интересов. И сейчас, изучая эти источники, мы можем их изучать, получать информацию, но не брать на веру. Ниша Аллах. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Зачастую мусульманам приходится на работе обедать. Кто-то приносит из дома с собой, кто-то покупает что-то. Как быть с коллегами, которые за одним обеденным столом, в обеденный перерыв, принимают пищу, если они принимают не халяль? Если мусульманин может обедать вместе с мусульманами, его коллеги, например, есть мусульмане, они должны сесть вместе. Если это все-таки стол общего, и нет некого кощунства над мусульманами, нет кощунства над халяльной едой, нет демонстрации харамных напитков, как алкогольных, к примеру, и нет особо демонстрации запрещенной еды, задевая чувство мусульманина поедания его, то мусульманину съесть за этим столом разрешено. Потому что мясо мясо, мы не можем выяснять, что ты, брат, там кушаешь. Это говядина или свинина? Это курица с бисьмеля зарезанная или без бисьмеля? Мы не можем у людей это выяснять. В основе еда халяль. Но если человек демонстративно, надменно, смеясь, издеваясь над мусульманином, говорит, вот сегодня свининку я покушаю и все остальное, таким образом нас смехается, конечно, за этим столом не нужно сидеть. Мы должны к своей религии относиться ревностно. Спасибо, Хазрат. Следующий вопрос. К сожалению, люди не идеальны, несовершенны, и человек забывчив. Как быть, если во время намаза ты забыл, какой рака ты читаешь? Второй или третий? Третий или четвертый? Нам в этот момент нужно сказать и вспомнить конкретно, какой мы рака прочитали. То есть на памяти второй или первой все-таки. Возможно, вспомним, если стоим на третьем рака, что мы сидели на Тахяте. Если мы вспомним, что сидели на Тахяте, и тогда уверенно мы прочли два рака и с этого момента мы продолжаем намаз. Например, если на четвертом рака стоишь и вспомнил сейчас, какой рака третий или четвертый, но ты помнишь, что ты сидел на Тахяте, значит, ты два рака прочитал и ты сейчас стоишь на третьем рака вот так вот. Если ты стоишь на втором рака тебе нужно вспомнить, ты прочитал ли суру Фатиха и какую суру до этого прочитал, после этой суры Фатиха прочитал, если ты вспомнишь, какую суру прочитал, то ясно будет дело, что ты сейчас стоишь на втором рака и шайтан не сможет тебе внушить сомнений иншаллах. И такое бывает. Если же человек во время намаза вспомнив то, что он во втором рака и третьем рака не прочитал суру Фатиха, бывает такое, после такбира сразу читает суру Кульху Аллах, идет на руках, потом вспоминает то, что суру Фатиха не была прочтена, тогда он должен вернуться на первый рака и прочитать намаз с этого рака либо прекращать намаз и читать намаз заново. Но человек не должен поддаваться наущениям шайтана. Если он чувствует то, что это из раза в раз повторяется, это старует некой болезнью его, он не должен поддаваться наущениям шайтана, и он должен читать с того момента, который он помнит. Сейчас, например, у меня третий ракаат, значит, третий ракаат, и читает дальше, иншаллах. Потому что науду билля бывает такое, что люди не могут даже прочесть и один ракаат. Постоянно шайтан их сбивает. Науду билля. Хорошо. Спасибо. Еще один интересный вопрос, связанный с намазом. Что делать человеку с богатой фантазией? Конкретизирую. Если в узорах намазлыка человек видит какие-то посторонние религиозные символы, кресты, например, звезды, видит странные лица, морды, животных, людей, как быть? Надо в первую очередь поменять это намазлык. Почему? Потому что это уже такая практика есть, то, что на намазлыках возникают такие морды. Мы не считаем то, что это специально это все делается. Швейная машинка, узор художника могут сделать, потом дальше наши фантазии дорисовать. Но когда это повторяется из раза в раз, и мы видим, что на намазлыках, произведенных в немусульманских странах, бывают изображения различных существ с рогами, с лицами, с пятаками и всего остального, то действительно мы это наблюдаем. Такие намазлыки надо менять. По сути, наша намазлыка должна быть всего лишь небольшая тряпочка, которую мы прикладываем в свой лоб. И суть намазлыка это не роскошь, это чистота этого места. чтобы мы к чистому месту приложили свой лоб иншаллах. Но из-за того, что у нас есть финансовые возможности, и нам рынок предоставляет различные варианты намазлыков толстых, широких, разукрашенных, мы их приобретаем. И от этого страдает наш намаз. Из-за этого рекомендую в первую очередь, чтобы намазлык был попроще иншаллах. Это будет ближе к сунне. Или тот намазлык, на котором нет различных узоров. Нет различных узоров. Сейчас такие есть на рынке. Спасибо, Хазрат. Разрешено ли нашим детям играть в детском возрасте в различные игры, такие, как, например, любит-не любит, гадать на ромашке, можно ли? Если в этом как бы шутливый элемент, то есть дети, и это они не берут на веру, то мы не должны относиться к этому особо критично. Потому что эти игры к мусульманским детям попадают из тех семей, которые не соблюдают ислам. пошли в садик, принесли домой такую игру и начали играть. Любит-не любит. Гадание по-другому сказать. Мы не должны детей отдернуть и как-то строго их наказать. Но при этом мы им должны дать наставление, что у нас гадание, предсказание, угадывание через различные предметы в исламе запрещены. Бог это не любит. Мы должны совершать дуа, просить все еще Аллах смо таля. Таким образом должны объяснять начало. Этого зачастую среди детей бывает. Среди взрослых любые формы гадания на картах, на цветах, даже в шутку это строго запрещено. В шутку мы даже не совершаем греха, тем более тех шуток, которые связаны с нашим вероубеждением. Еще один вопрос про путешествия. Представьте себе ситуацию. Плацкартный вагон, верхняя боковая возле туалета, ни одного свободного места. Как читать намаз спутнику? Человек в первую очередь должен взять омовение. Если он не может взять омовение, то он берет тайму. после этого направляется сидя в сторону пути поезда и читает намаз в соответствии с требованием путников иншала. Сразу вас перебью. Сидя не получается. Верхняя полка боковая. Время ясту намаза ночного. Все спят. То есть нет возможности даже попросить кого-нибудь уступить место. В проходе если вы знаете такой плоскартный вакон, там ходят люди. Тем более возле туалета. Как быть? Все таки надо попробовать сесть и намаз прочесть жестами. То есть неполноценная руковка, неполноценная сожда. Но при этом человек может поднять руки и сделать так бир, к примеру. если таких возможностей нету, то лежа. Боком направляясь лицом в сторону следования пути. То есть каким образом этот вагон движется иншалла. То боком на правом боку он читает намаз. Хотя бы так. Конечно же он ноги в идеальной ситуации если лежа читать намаз, например человек находится в больнице то он ноги должен направить в сторону кибла. Не всегда так получается конечно тоже. Но в этой ситуации хотя бы он направляется лицом в сторону кибла и произносит так бир, джалла. Хорошо. Вы как имам хатеб я уверен каждый раз сталкиваетесь каждый день возможно даже. Во время намаза коллективного у кого-то звонит телефон. Как быть этому человеку телефон зазвонил что делаем отключаем звонок значит получается портим свой намаз либо же продолжаем читать телефон громко звенит или же мы выключаем и перечитываем намаз за но если этот телефон находится в кармане и человек может его отключить например он стоит во время киямы когда читает намаз телефон зазвонил он взял телефон отключил его это намаз не портит во время сажда когда у него руки прикасаются к земле он не должен конечно руку убирать потому что это может испортить его руку намаза то есть он уже встает или садится и отключает свой телефон намаз портить не нужно намаз продолжается и мудрый имам он не обратить внимания на это он изначально предупредит если действительно звонок был таким уж слишком сильным навязчивым он после намаза еще раз даст мягкое наставление своим прихожанам чтобы они были внимательны к намазу своему и уважительны к намазу своих братьев иншаллах без ругания без эмоций без причитания и скорблений да то есть мягким наставлением чтобы человека не отвратить от мечети от коллективного намаза иншалла на этом нужно быть настойчивым и предупреждать мусульман чтобы они отключали свои телефоны также рекомендую мусульманам ставить на свои телефоны не музыку которая нам нравится те мелодии эстрадные а что-то из природы птиц лягушек животных и поверьте даже если телефон зазвонит она не будет настолько пагубно действовать на наши мысли то есть птицы могут щебетать и были такие ситуации когда куртка висит в прихожей и намаз ты не прервешь но там звонок какой-либо татарской эстрады либо рок-музыки да конечно это влияет на мысли она больно бьет еще шайтан тут подстегнет чтобы мы больше отвлеклись на эти звуки мелодий а если звуки природы птиц да лягушек не так сильно влияет мошала это вот удивительно звуки природы дождя да они не влияют так сильно на наши то есть утери наших мыслей концентрации во время намаза понятно спасибо следующий вопрос ну для вас тоже не секрет что современные мечети они вынуждены вести допустим бухгалтерскую деятельность да или там может быть даже мечеть это как некое производство где есть отдел кадров вот как быть женщинам бухгалтером женщинам начальницам отделов кадров необходимо ли им покрываться в мечети если они не покрываются в обычной жизни или же не критично каждое предприятие имеет право установить некий дресс-код и сотрудники должны этому подчиняться но бывает мы привлекаем тех ценных специалистов которых ну никак не заменить но человек еще не соблюдает ислам либо руководитель закрывает на это глаза смиряется с этим и сотрудники тоже потому что у него ценность в нем он специалист своего дела хороший бухгалтер и в дальнейшем постепенно наставляет этого человека на соблюдение шариата и это в нашей практике есть люди приходящие в мечеть не читают намаз не знают абсолютно про ислам ничего не покрывается проходит какое-либо время может полгода месяц три год эти люди начинают совершать намазы покрываться приобщаться к исламу если конечно мусульмане могут передать ценности ислама ценности ислама своим сотрудникам руководитель в первую очередь имам хатыб тоже он должен понимать настроение своего джамата своего коллектива что здесь строгие мусульмане и они не потерпят тех сотрудников которые не покрывают аурат волосы он изначально не будет такого сотрудника брать и искать именно нужного специалиста среди мусульман будет привлекать таких если же руководитель он знает что в нашем коллективе не так как сказать строгие мусульмане соблюдают пятикратный намаз они положительно относятся к исламу отстраняются харамов но они не такие критичные да он берет себя все-таки руководитель он ориентируется на свой джамаат на свой коллектив тоже но в первую очередь конечно он отвечает перед сивущим Аллахом перед сивущим Аллахом не просто взять человека возможно дальнейшим воспитать передать ценности ислама и сказать что у нас есть некий такой дресс-код приходя на работу бессмеля покрываетесь вот продолжение этого вопроса можно ли от этих женщин требовать прям полного хиджаба либо же достаточно платка накинутого на голову в идеале конечно хиджаб и не сказать просто что покройся и все возможно обеспечить этим хиджабом возможно разработать какой-то общий принять коллективом форму одежды да обеспечить их этой формой одежды иншаллах вот потом требовать от них да такое но из-за нехватки кадров среди мусульман мы вынуждены брать тех людей которые еще не соблюдают законы шариат вот и к этому должны подходить с пониманием иншалла с этим к этому должны подходить с пониманием даже зачастую бывает такое то что люди покрываются на работе а уходя да они уже снимают себя платки в тот же момент если действительно это мечеть мадресе они могут выставлять своим сотрудникам требования чтобы они и вне рабочего времени ввели себя в нормы шариата это есть такие требования даже не касательно мусульман это даже есть в государственных органах где люди занимают высокие положения которые связаны с законом законотворчеством то что их благоприятный вид не только на работе но уже вне работы тоже должен соответствовать закону иншалла спасибо следующий вопрос бывает что во время намаза замерился прочитать суру которую помнил знал но вот именно во время намаза ты забыл продолжение начал читать продолжение не помнишь как быть можно ли другую суру прочитать в этот момент как рассчитать нисап нужно ли сегодня владеть знаниями для рассчита нисапа или же достаточно обратиться к любому имаму любой мечети для века с этой стороны специалисты имамы они могут помочь порекомендовать кому эти средства довести начиная с родственников близких людей нуждающихся действительно могут быть проекты которые в дальнейшем это средство в десятки раз себя оправдает иншалла спасибо вопрос касательно дуа есть ли у дуа какие-либо адабы например можно ли дуа читать во время ходьбы или же во время бега или же во время тренировки расскажите пожалуйста дуа обращение к Всевышнему Аллаху у него есть одно требование сердцем обращаться к Аллаху и спрашивать у него мысленно либо словесно в первую очередь самые ценные дуа это те дуа которые приходят в Куране вторые это в сунни пророку Мухаммад и человек может совершать дуа в различные ситуации лежа стоя в беге во время работы вождения автомобиля прослушивание лекций но в тот же момент мы должны понимать искренность и предметность этого дуа если мы находимся в беге и в тот же момент например мы искренне начинаем себе спрашивать хач или автомобиль то действительно в этот момент лучше сделать омовение прочитать дворка ата намаз и воздеть руки к небесам и смотря на эти ладони обратиться к Аллаху а если просить истихфар астафир 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 или говорит салват Аллаху салли ассалли ана на мухаммад или говорит ауду биллах мин шейтан рожим то это может во время действия иншалла в этом проблем нет спасибо следующий вопрос пятничный намаз и учеба в университете как быть если из-за лекций посещать пятничный намаз не получается моя рекомендация в первую очередь мусульманина мусульманка должны в течение шести пяти дней когда они находятся на лекциях и всего учебного процесса себя зарекомендовать таким образом и на таком хорошем уровне быть посещаемости лекций и сдачи зачетов и экзаменов он настолько должен в контакте со своими преподавателями чтобы в пятничный день он мог от них отпроситься и сказать проблем нет уйди ну хорошо а как быть если лекция преподавателя один раз в неделю в пятницу вот именно с 12 до часу получается этот преподаватель тебя в течение семестра не увидит ни разу зарекомендовать себя ты перед ним не сможешь никак как быть в этой ситуации в этой ситуации если настолько критично да и человек настолько религиозен настолько религиозен он конечно пропустит это занятие для него будет джумуа намаз первостепенно он будет полагаться на Всевышнего Аллаха скажет будь что будет ну это опрометчиво в этой ситуации конечно ему придется пропустить джумуа намаз насколько бы это не было противоречиво ему придется пропустить джумуа намаз но в тот же момент он может найти те способы чтобы не пропустить джумуа намаз записать эту лекцию опять же заранее познакомиться с этим руководителем с этим заранее познакомиться с этим преподавателем отпроситься от него от его занятия объяснить что вот он такой строго соблюдающий мусульманин ему нужно пойти на джумуа намаз иншаллах надо постараться надо постараться запись лекции можно прослужить мусульманин через диктофон хорошо и следующий вопрос от студента где студентам читать намаз в коридорах под лестницей или же выбрать пустую аудиторию в идеале конечно они с руководством должны согласовать место чтения намаза то есть это светское учреждение и они где попало не могут проводить обряды намаза потому что есть и представители других религий которые могут также провести свои богослужения под лестницей да это будет не есть порядок в первую очередь надо согласовать с руководством где нужно можно прочесть этот намаз и думаю руководство вряд ли будет против если студенты подойдут и доходчиво объяснят что у них в течение целого дня остаются намазы да как сухар как аср как магрит намазы да просим выделить помещение и тогда им не придется читать намаз под лестницей ничего спасибо что нашли время ответить на наши вопросы ассаляму алейкум вархатуллахи баракятух ассаляму алейкум а у нас в гостях был Исмаил Хазрат Бикинин имам Хатеб мечети Рустам мы с вами прощаемся уважаемые телезрители до новых встреч ассаляму алейкум КОНЕЦ